Авиакомпания S7 Airlines приостановила полеты на Boeing 737 Max с 13 марта до выяснения причины катастрофы в Эфиопии, в том числе рейсы в Читу. Парк S7 Airlines состоит из 96 воздушных судов, из них два лайнера Boeing 737 Max, один из которых летает в наш город. По данным компании, это решение не повлияет на регулярность ее рейсов. Полеты будут осуществляться в штатном режиме. Напомню, что 10 марта в результате крушения самолета Boeing 737 Max, а 8 в Эфиопии погибли 157 человек, находившихся на борту. Среди погибших также представители 35 стран, в том числе трое россиян. Точные причины авиакатастрофы устанавливаются. Районы Забайкалья получат больше 94 миллионов рублей на развитие культуры и туризма в рамках федеральной и краевой программ. Соответствующее постановление уже подписал глава края Александр Осипов. Деньги пойдут на создание и модернизацию культурно-досуговых учреждений в селах. 19 миллионов рублей направят в Анонский район на капремонт двух клубов. Также средства получат Дульдургинские, Каларские, Чернышевские и другие районы. Для Агинского, Карымского, Могойтуйского, Сретенского и Хилокского районов приобретут новый специализированный автотранспорт. Забайкальский край по итогам февраля занял 37-ю строчку в рейтинге инвестиционной активности, опередив своих соседей Республику Бурятия и Амурскую область. Данные опубликовал деловой интернет-журнал «Инвестфорсайт». По данным сайта Забайкалья закрепилась на 37-м месте, Бурятия на 68-м, Амурская область на 46-м. В основу рейтинга положены сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектах, попавшие в ежедневный дайджест региональных инвестиционных новостей «Инвест-регион». Совет Федерации принял закон о наказании за фейковые новости, а также одобрил закон о штрафах и аресте за оскорбление общества, государства и госсимволов. Штраф за публикацию фейков составит до 100 тысяч рублей, для должностных лиц до 200. За оскорбление власти и госсимволов предусматривается наказание в виде штрафа от 1 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Отмечается, что оба документа, инициированные главой Комитета Софида по конституционному законодательству Андреем Клишесом, сенатором Людмилой Боковой, а также депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным, все инициаторы являются членами партии «Единая Россия». Субтитры создавал DimaTorzok